Коричневое школьное платье, белые фартуки и косички с бантами. Мода на юность и нежность никогда не пройдет. Выпускницы школы номер один на ряды советских времен заказывали в ателье. Специально для торжественной линейки. Нравятся вот эти фартуки, это как празднично, поднимает настроение. Это как раньше. Я маму взяла. У мамы она осталась, да. Смешанное чувство радости и грусти. Последний звонок выпускники обычно запоминают на всю жизнь. Я помню свой последний звонок. Знаете, это было очень трогательно. Мы все были в школьной форме. Правда, Вася тогда никто не танцевал, не было такой традиции. Но я помню только очень хорошо, что мы все плакали. Все плакали, потому что расстаемся, потому что расстаемся со школой, с классом. Начальник управления образования Дмитрий Байдиков считает себя счастливым человеком. У него, вопреки всем законам жизни и времени, последних звонков было много. Мы проводили мероприятия только в школе. Но запомнился тоже на всю жизнь впечатления, которые были. Они же были достаточно яркие. Все годы, которые прошли с того времени, у меня-то они счастливые в том плане, что я все время связан с детьми. У меня как бы повторяются мои выпускные моменты, мой выпускной и мой последний звонок. Он звучит практически каждый год. В 2013 году в Анапе 678 выпускников 11 классов. Самый маленький выпуск гимназии «Светоч» – всего 7 человек. Самый многочисленный – не первый год в школе номер 4. В этом году выпускается 90 школьников из трех классов. Но мы пока еще не поняли до конца, что все уже закончилось. Не верится. Мы идем в возрастную жизнь. Все-таки надеемся, что наши мечты сбудутся. Юбилейный выпуск в школе номер 9, 60-й. Гимназия «Эврика» выпускает 11-ти классников в 20-й раз. Под звуки школьного вальса устоять почти невозможно. Песни школьных лет, вне времени и возраста их знают все, любят и подпевают без стеснения. Эльвира Ахтемова, в будущем успешный экономист, сегодня на торжественной линейке в первом ряду. Эмоций сдерживает. Последний день, все, больше мы этого не увидим. Одноклассники, все, уходят. И учителя больше всего обидно, что мы прощаемся с ними навсегда. Мы с одного класса, и мы поначалу не очень дружили, но в конце мы поняли, что все-таки осталось чуть-чуть. Осталось совсем чуть-чуть. И вот уже совсем чуть-чуть, и нас уже здесь не будет. Мы все разъедемся куда-то, и становится очень грустно, но по основам я не плакал. Все понравилось, ребята все нарядные, все красивые, все очень организовано. Молодцы, танцевали вальсы, отлично, много народу, это все классно. О чем жалеют одиннадцатиклассники и с чем не хотят расставаться? У каждого свой ответ. В одном согласны. Знания, полученные от учителей, намного шире школьной программы. Чему научились за 11 лет? Ответственности за других людей. Учителя отмечают, современные школьники более мотивированные и целеустремленные, более самостоятельные. Они умеют ставить цели и добиваться результата. И уже через пару дней докажут на ЕГЭ, чего стоят. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.